евангелие от луки 8 глава сегодняшнее чтение было за божественной литургией и об этом говорит святитель анзватаусы в одной из своих бесед краткая здесь выставка о жене кровоточивой вы помните о чем было евангелием как начальник синагоги пригласил его к себе дорогой встретился встретилась шла процессия народ женщина 12 лет страдавшая кровотечением вот прикоснулась к одежде его и исцелилась так и называется беседа жене кровоточивая и так когда ты видишь возлюбленный что христос не сходит с горы и опять восходит на горе на гору приближается к озеру переплывает море идет через поля города и деревни вместе с его земным хождением вспоминая его небесном пребывании не забывай сиденья на херувимах не оставляй без внимания божественного ради человеческого не придавай забвению небо не забывай что слово сделалось а плотью как восхотела да слово стало плотью как плоть оно ходит как слово пребывает как плоть восходит на гору как слово восседает на херувимах как плоть испытывает ради меня свойственное мне как слово без труда творить дела отца своего притворив воду и вино в кане он отверзает двери света брением и перстом воссоздав зрение оно сказала прокаженному хочу очистить ивангелет матфея 8 глава и по слову его болезни не стало стань говорит он расслабленному и слово его послужило тому вместо ног и вместе с повелением больной получил способность ходить пришел он в дома я ира и печаль тотчас сменилась радостью вот и сегодня окруженный пол толпой народа он испускает свет из края одежды и в потоке веры останавливает течение крови что именно поведал нам сегодня евангелист свидетельства о много различной пользы веры был говорит он некий начальник синагоги ремнитель закона моисеева и наставник народа по имени и аир единственное утешение даровала ему природа единородную дочь за которой ухаживала толпа слуг как требовал того обычай от чадолюбивого отца но как оказывается неведомо для себя он воспитывал ее не в наследнице себе а для преждевременного погребения какая-то тяжелая болезнь напав на нее довела я до смерти а отца лишила всех надежды надежд возлагавших на нее но не поколебал веры отца этот удар тотчас идет и аир к спасителю и просит его прибыть в дом его господь с готовностью спешит на этот зов и став иисус пошел за ним но смотри верный какое благочестивое насилие предпринимается женщины какое мудрое устрояется воровство какое безопасное хищение замышляется слабым созданием так как спаситель спешил на зов и аира то и путь этот ему предстояло совершить поскорее и вот в это время рассказывает английский женщина двенадцать лет страдавшая кровотечением подойдя сзади прикоснулась к краю одежды его ибо она говорила сама в себе если только прикоснусь к одежде его выздоровею этот врач рассуждала она пришел с неба он не пред он не предписывает дорогих лекарств не режет тело ножом не причиняет боли он понимает природу женщины потому что родился от девы матери как сам благоволил он не не внушается тайных недугов потому что ведает все тайны я женщина подвержены недугу постыдному скрытому я страдаю постоянным течением кровей и неудержным током нечистых выделений и вот к такому именно источнику каков он то есть христос нужно мне прибегнуть чтобы без огласки получить исцеление моего постыдного недуга ведь закон с такой болезнью и приближаться кому-либо не позволяет а если не удастся мне остаться незамеченной и я буду обнаружена не обвинят ли же меня за тот что я ради исцеления решилась на такую дерзость и не лишат того что уже пощитила вера и так дерзай вера становись к рулю из устремиться в волны этого моря народа чтобы мое поврежденное телесное судно привести желанную желанную тихую пристань одна капля его помощи без труда может остановить поток моих кровей рассудив так сама с собой она отваживается на крайне смелое дело и ни времени не боится ни бедностью не останавливается ни множеством народа не считает но но все это преодолев верой или лучше сказать при помощи веры она незаметно прикасается к одежде владыки и благовременно похищает нужное ей исцеление уверовав что соединение с ним положит конец ее страдание так случилось тот час исцелена была от недуга своего 12 лет день за днем год за годом влочила она свою жизнь все время истекая кровью но все еще не умирая первый год пришлось ей испытывать страдания и боли пошел второй год и тайна этой несчастной начала шуметь по городу наступил третий год и она начала испытывать сведение жил и мускулов настал четвертый год и кровь била из нее ключом пятый год и отовсюду стекались а врачи обнажав члены недоступные взором мужчин исполнилось исполнится шестой год ее положение становилось все более ужасным седьмой год и несмотря на громадные издержки поток кровей ее продолжал литься неудержимо свершился восьмой год и врачевавшие ее признали свое бессилие протек девятый год и она удалилась покидая ее в жертву полному отчаянию ожидая ее в жертву полному отчаянию приблизился десятый год и у женщины не оставалось больше ни денег ни здоровья одиннадцатый год и никто не являлся на помощь страдалицы насчитывается двенадцатый год и вот в последний час явился врач душ исцеляющий прикосновением словом и веры встретив его и исполнившись веры и возможность исцеления она получила точно желала но пришла в трепет узнав что отцаца незамеченной ей не удастся в самом деле что сказал спаситель кто прикоснулся ко мне ибо я чувствовал силу исходящую от меня видишь возлюбленный какова сила веры какое чудо совершила она в одно мгновение ободряя ту которая в молчании трепетала от страха и ублаготворяя врача так церковь избранная из язычников поревновав этой кровотаживой женщины верой приблизившись к владыке в молчании прекратила нечистый ток законных кровей и получив наименование дочери сделать матерью многих по древнему свидетельству потому что оставленный а потому что у оставленной гораздо более детей нежели у имеющий мужа исайя 54 глава под имеющий мужа разумею днесь синагогу для которой был мужем закон начальник синагоги сегодня призывавший владыку возвратить ему скончавшуюся дочь аминь аминь